Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущая, ательер, эксперт гостиничной индустрии Алена Янова. Сегодня у нас в гостях Владимир Митиленко, директор Центрального Музея Железнодорожного Транспорта России. 26 сентября в канун 206-й годовщины музея открывается новый филиал «Музей мостов», который по праву займет свое место в центре Санкт-Петербурга. Сегодня поговорим о его уникальной истории и коллекции. Владимир, здравствуйте! Добрый день! Поздравляю, во-первых, вас с этим знаменательным событием и такая долгая история. Скажите, с чего же все начиналось? Во-первых, большое спасибо за поздравления и нужно поздравить не только меня, сотрудников нашего музея. Безусловно, нужно поздравить в первую очередь инженеров, строителей, которым завтра предоставится возможность, с завтрашнего дня предоставится возможность лицезреть эти уникальные сооружения, которые мы собирали целых 200 лет. С чего все начиналось? Начиналось все с того, что Августин Августинович Бетонкур, приглашенный государем императором Александром I, прибыл в наш город и организовал Институт корпуса инженеров путей сообщения. И там же была создана особая зала для хранения значимых сооружений, которые служили экспонатами, служили примером инженерного творчества. И вот за первые 26 сентября 1813 года первые поступили к нам модели. В то время это было 22 модели, привезенные в том числе и Бетонкуром, собранные во всей Европе. И сегодня мы насчитываем более 100 моделей искусственных сооружений и мостов. В принципе, сегодня, как заверяют меня все специалисты, что нет подобранной такой коллекции музея не только в нашем городе, не только в стране, но и в мире. Поэтому мы гордимся, по праву гордимся тем, что вот наши предшественники собрали и сохранили эту коллекцию. И сегодня она будет представлена всем жителям города мостов, города Санкт-Петербурга. Естественно, как всегда, наш город украшают мосты. И все туристы, приезжающие к нам в наш город, они всегда обращают внимание на наши мосты. Конечно, это же красавцы мосты. И мы их можем сегодня представить в более мелком масштабе. Я уже слышала, Владимир, что поистине уникальная коллекция. А что именно будет представлено в экспозиции? Чем вы будете удивлять граждан города и наших гостей? Ну, чем? Вот слово «удивлять», оно, конечно, удивлять можно словом, которого по улице вводим. Поистине уникальная коллекция, мы с вами же обозначили. В первую очередь, конечно, это для специалистов большое подспорье в исследовании, в понимании истории мостостроения. Ну, а для гостей нашего города и для наших туристов, которые ходят к нам в музей регулярно причем, они хорошо знают многое в нашей коллекции, которая представлена у нас на Садовой 50 в нашем центральном здании. Но эта коллекция не была представлена для широкой публики. И они, конечно, будут удивлены тем интереснейшим моделям, которые мы готовы представить зрителю. Владимир, у нас есть небольшое видео о вашем музее, так что давайте посмотрим. Хорошо. Более 60 моделей мостов занимают 4 зала нового музея в Петербурге. Такую большую коллекцию экспонатов спустя 30 лет перенесли из Красного села в центр города. Это Благовещенский мост. Его оригинальная конструкция строилась в 19 веке 8 лет, а эта модель строилась 12 лет. И сейчас на ней можно наглядно увидеть, как разводился мост к правому берегу. Но сделать все нужно по-музейному. Теперь музей мостов – часть Центрального музея железнодорожного транспорта. Пока работает в тестовом режиме, но каждый желающий уже может записаться на экскурсию. В планах отреставрировать и разместить оставшуюся сотню моделей, а еще дополнить коллекцию новыми экспонатами. Музей очень хочет в свою коллекцию получить модель Крымского моста и показать его посетителям. Для жителей Петербурга мосты – это больше, чем переправы. Мы их очень любим, мы ходим смотреть на их разводку, очень любуемся. И вы знаете, как только коллекция переехала в сердце Санкт-Петербурга на Мучной, к нам пришла руководитель одной из туристических фирм, буквально прослезилась. Она сказала о том, что всю жизнь мечтала, чтобы в городе Мостов был подобный музей Мостов. Ранее широкая публика была недопущена к этой коллекции Мостов. Вот почему скрывали такое достояние? Ну, большая история. В свое время коллекция Мостов хранилась в различного рода непригодных условиях, в подвалах и так далее и тому подобное. Но в 86-м году Мостоотряд-19 и в то время одно из самых больших в стране мостостроительных предприятий, они взялись за сохранение этой коллекции и размещение ее. И в своем новом здании в Красном селе разместили эту коллекцию, причем приложили массу усилий к реставрации моделей. И была неплохая экспозиция. Но это же режимное здание, оно было закрыто. И там только доступ был специалистам, которые знали об этой коллекции. Ну и, конечно, Мостоотряд гордился этой коллекцией. Выставляли всем специалистам из страны и нашего города. Показывали эту коллекцию. И она работала над их имиджем. Но пришло другое время. И сегодня так сложилось, что Мостоотряд-организация обанкротилась. А новые собственники, им это было неинтересно. И через суд нас потребовали выселение этой коллекции. Но это и сподвигло к тому, что мы вынуждены были. А раз вынуждены были, то мы применили экстренные усилия. И благодаря помощи, прямой помощи губернатора нашего города, Астана Дмитриевича Беглова, его помощников, вот смогли выделить нам это место. Ну и мы в экстренном порядке приложили максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки вывести коллекцию и построить ее вновь. И завтра мы ее представим широкой публике с завтрашнего дня. — Владимир, а какая из моделей самая старая или, может быть, самой старой историей? — Ну, самой старой истории, конечно, я могу вот так вот рассказать вам. Конец XVIII века был ознаменован в Европе мощным таким развитием шоссейных дорог. Ну и, естественно, как прикладное, это мостостроение. И Россию не именовала чаша сия. И особенно, конечно, Петербург, как стольный град. Поэтому много было предпринято усилий для того, чтобы строить здесь мосты. Естественно, самый подручный материал — деревянный. И до 1842 года не было проработано ни одного проекта через Неву. Неву постоянного проекта были, наплавные мосты. Но вот за этот период, с конца XVIII века и до 1842 года, было разработано порядка 60 проектов через Неву. — А модель самая старая? Так вот, возвращаемся к этому вопросу. И, конечно, вот швейцарский инженер Альдон в свое время разработал проект моста деревянного через Неву, ширина, где Невы 300 метров. И она представлена в нашем музее. Датируется она по заверениям тогдашнего составителя каталога капитана-инженера Соколова. Она датируется, эта модель, 1862 годом. Но это подлежит еще глубокому изучению. Почему? Потому что Иван Петрович Кулибин, тоже известный строитель, он в свое время у нас в Академии наук создал модель моста величиной, длиной 30 метров. Но это было создано только в 1776 году, то есть практически через 15 лет после Альдона. И сегодня все знают эту модель, но она не сохранилась. К сожалению, есть только гравюра, выполненная по этому моста. Вот только она сохранилась, и поэтому вот этот вопрос, его нужно очень глубоко изучать, потому что в Европе все, не все признают мост Альдона как датированный 1762 годом. По крайней мере, если мы сможем это доказать научно, то это будет переворот, в общем-то, в науке мостостроения. Это очень интересно. Есть еще действительно чем-то разбираться, чтобы исследовать. Скажите, а сколько времени понадобилось, чтобы собрать такую большую коллекцию? Ну, я уже говорил, что первые модели у нас поступили в 1813 году в наш музей. Но и вот все это время, особенно, конечно, 19 век, 19 век, ну, он был широчайше представлен в нашей, в железнодорожном, в первую очередь, строительстве. Это Транссибирский, Великий Сибирский путь. И тогда были интереснейшие инженерные решения. Это мост Проскурякова через Енисей, в то время самый большой мост. И он у нас представлен тоже в нашем музее. И интересно, что этот мост, он был представлен на технической выставке в Париже 1900 года. И получил там большую медаль. И вручил его лично господину Проскурякову Лавру Дмитриевичу сам Эйфель. И тогда же и называли, что мост через Енисей и Эйфелева башня – это как жених с невестой. Они, в общем-то, в принципе, примерно одинакового масштаба, инженерные сооружения. Ну, действительно, история многогранна. Я уверена, что вы будете дальше пополнять через свою коллекцию. Владимир, у нас традиционный блиц. У нас будет три вопроса. И первый вопрос. Действительно ли мосты один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга? Ну, безусловно. Безусловно. Красивее нет ничего, чем мосты Санкт-Петербурга. Отлично. Согласна полностью. Второй вопрос. Ежегодная разводка мостов. Плюс или минус для граждан и гостей нашего города, как вы считаете? Ну, с эстетической точки зрения, безусловно, это положительный момент. Ну, а те мелочи, которые приходится преодолевать, это мелочи. Согласна с вами. Владимир, а ваш самый любимый мост какой? Мой самый любимый мост. Я все мосты люблю. Все мосты люблю. Даже не знаю. Наверное, Вантовый. Он, как инженерное сооружение, наиболее совершенен. Спасибо огромное, Владимир, за то, что пришли сегодня к нам в гости. У нас сегодня в студии «Город плюс» был Владимир Митиленко, директор Центрального музея железнодорожного транспорта «Россия», филиала Музея мостов. Вот такие музеи с достоянием Старого Петербурга хранят нашу историю. И историю не только нашего города, но и всего Отечества. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok